В день России 12 июня губернатор Магаданской области Сергей Носов и мэр Магадана Юрий Гришан провели выездное совещание у монумента «Маска скорби», посвященное благоустройству окружающей территории и созданию новых музейных объектов поблизости. Памятнику жертвам политических репрессий исполнилось четверть века. За эти годы многие элементы комплекса износились и пришли в негодность, а проведенная несколько лет назад окраска «Маски скорби» корабельной краской серьезно изменила авторский замысел Эрнста Неизвестного. Есть несколько вариантов или несколько предложений, если хотите, даже своеобразный конкурс. То, что я видел, предложения от очень профессиональных организаций, они в основном, конечно, сегодня располагаются или в Москве, или в Питере. Для нас важно, чтобы имели опыт, потому что восстанавливать маску нужно бережно. Понятно, вот защитный слой, который мы видим, синего, выгоревшего уже цвета, это то покрытие, которое надо убирать, но тогда-тогда сам бетон должен быть защищен от разрушений, от эрозии. Ветром, морской воздух. Такие технологии сегодня есть. Дорого. Но я хотел бы отметить, что сама маска, сам комплекс 25 лет назад строился при поддержке государства, в том числе и на частные пожертвования. Пошло 25 лет, и вот с учетом опыта эксплуатации сегодня есть возможность и на частные пожертвования, и при поддержке государства, бюджета области сделать так, чтобы, ну еще не 25, 50 лет, значит, не делать капитальных ремонтов. Глава региона и мэр столицы Колымы возложили цветы к монументу памяти жертв политических репрессий. По итогам выездного совещания руководителям даны соответствующие поручения заказчикам и проектировщикам планируемых работ.